Итак, будет транш или не будет? Если нет, то что дальше? Давайте спросим об этом у Олега Устенко, экономиста, президента Гарвардского клуба Украины. Он с нами на связи. Здравствуйте, Олег, спасибо, что присоединились. Вот вы допускаете вообще, что политики пойдут уже в этом предвыборном году на повышение цены на газ и устоят перед искушением повысить расходы бюджета? Или стоит сразу нам готовиться к тому, что траншей не будет? Я бы вот что сказал. Я бы сказал, что с высокой вероятностью мы не получим транш на протяжении, скажем, ближайших нескольких месяцев. И действительно, вот почему. Первая причина. На пиках политических циклов вряд ли политики хотели бы делать какие-то непопулярные действия. Увеличить тарифы на газ, то, как было обещано украинской стороной Международному валютному фонду в марте 2015 года. Я еще раз напоминаю, что это не было пожелание Международного валютного фонда, это было пожелание украинской стороны. Было обещано, и если было обещано, то это надо выполнять. Второе, то, что надо сделать, это надо проводить приватизацию, опять-таки, как было обещано еще в марте 2015 года, несмотря на то, что в 2016, 2017, да и в самом 2015 она была сорвана. Еще то, что надо делать, это тоже надо делать подвижки, связанные с антикоррупционным судом. Но я бы вот что сказал, в этом анализе важно понимать, что через буквально несколько недель, месяц международные рынки заимствования капитала будут закрыты для очень многих и для Украины в частности. Закрытые, это означает, что Украина, даже если сейчас хотела бы выйти на внешние рынки заимствования капитала, она должна была бы быть готова платить порядка 10% годовых по валюте. Представляете, что бизнес делать под 10% крайне тяжело, а обслуживать страну, долги страны, это просто невозможно из области фантастики. Но даже этот источник, он просто будет закрыт. И тогда мы столкнемся с необходимостью идти на уменьшение золотовалютных резервов в этом году. К слову сказать, премьер, когда говорит о том, что нам надо отдавать внешние долги, он прав. Но кроме внешних долгов государственных, у нас есть еще долги украинского частного сектора, а на руках украинский частный сектор имеет порядка 50 миллиардов долларов. И если им надо отдавать деньги, то им надо отдавать доллары. Гривну на западе, гривну на востоке брать точно не будут. Значит, надо где-то покупать доллары. Доллары можно купить в одном месте. Можно купить на межбанковском валютном рынке. Еще надо помнить, что у нас есть торговый дефицит, который тоже нуждается в финансировании. Конечно, идеальный вариант, который я бы предпочел видеть, это колоссальная закачка валюты по каналам прямых иностранных инвестиций. И тогда все вопросы с заимствованиями просто сами собой отпадут. Но для того, чтобы это делать, надо тогда иметь приток прямых иностранных инвестиций. Действительно, пока что такой вариант кажется малореальным, если честно. Я здесь с вами соглашусь. Олег, вынужден вас благодарить. Мы ограничены, к сожалению, во времени. Олег Устенко, экономист, президент Гарвардского клуба Украины, отвечал на мои вопросы. Спасибо вам еще раз.